Всем доброго и замечательного времени суток. Меня зовут Алина. Я очень рада приветствовать вас у себя на канале. Я очень давно не снимала косметические видео. Косметика это одно из моих любимых хобби, поэтому я рада вернуться к этим видео. И я сегодня постараюсь снять максимально много видео, насколько я смогу. Я их буду монтировать и еженедельно выставлять, поэтому подписывайтесь, если вы еще не подписаны на канал и следите за обновлениями. Начать я хочу с видео про косметику Клиник. Клиник это, пожалуй, основной бренд уходовой косметики, которым я пользуюсь уже очень много лет. Ну, минимум, наверное, лет 10, если на самом деле не больше. Я пользуюсь регулярно тоником. У них есть эта трехэтапная система. Я пользуюсь тоником номер 2 и лучше него мне ни один другой тоник, ни одной другой фирмы кожу не очищает. Я знаю, что он алкогольно содержащий, немножко подсушивают кожу, но я пробовала другие средства и того же эффекта, как от него, нету. А сейчас давайте поговорим о том, что я купила в этот раз. И прежде всего, это крем и концентрат для этого крема. Это гелевый крем, увлажняющий, кремоувлажняющий и питательный. Питательный крема часто содержит масла и не всегда хорошо работают на жирной коже и на молодой коже. У меня жирный тип кожи, поэтому я стараюсь использовать все-таки увлажняющий крема с минимальным количеством масел, потому что моя кожа не всегда на них хорошо реагирует. Этот гель, увлажняющий для лица, мне очень подошел. И я покупаю его уже в третий раз. Кажется, что у него очень большая упаковка. Так вот он выглядит. Но поскольку это всего лишь основанный на воде увлажнитель, он достаточно быстро расходуется. Поэтому не так уж и страшно, что упаковка такая большая. Наоборот, хорошо получается, что недорого. Мы получаем 115 мл этого увлажнителя. И совсем юные девушки могут, конечно, использовать только этот гель. Тогда нужно купить его немножко в другой упаковке, где есть на него уже дозатор прикрученный. А эта упаковка, которая у меня, она подразумевает, что на него сверху оденется картридж с концентратом. Будет, соответственно, играть роль дозатора и для концентрата, и для самого этого гелевого крема. Так это выглядит. То есть здесь нужно будет снять, засунуть в бутылку. И здесь есть трубочка, по которой будет гель подниматься вместе с концентратом. И, соответственно, здесь есть два отверстия, из которых оба этих средства будут выходить. Пока я это уберу. И у меня есть, я сейчас пользуюсь таким же кремом, поэтому покажу, как он выглядит вместе. То есть баночка выглядит вот так. Достаточно интересно. И отлично работает. То есть до самого дна достает этот дозатор и достает гель до конца. Я не помню, чтобы мне особо нужно было потом на дне ковыряться, когда я уже использовала этот крем до конца. Я покупаю либо с зеленой капсулой, которая является более универсальной, либо с голубой, которая больше предназначена для жирной кожи. И, говоря про клиник, эту вещь я купила позже, но уже добавлю в это видео, чтобы потом про нее просто не забыть. Это вышло просто совсем-совсем недавно. Вот картридж, который идет с салициловой кислотой. Это именно для, это именно если есть какие-то высыпания или склонность к каким-то высыпаниям, для проблемной кожи, для жирной кожи, склонной к тому, что она иногда может где-то воспаляться. Поэтому я для разнообразия решила купить такой картридж. Вышел, кстати, и новый гель. Он такой голубой. Он не прозрачный, он голубой, но его я пока не покупала. Я думаю, что с обычным гелем я буду использовать этот картридж, а с тем голубым гелем буду использовать картридж, который я уже купила, зеленый. Идем дальше. Я купила, я еще не начинала его. Это называется Fresh Press Duster with Pure Vitamin C 10%. Это интенсивный серум витамин С. У него очень специфическая формула, то есть он такой, как домашний косметолог. Вы его открываете, и тогда он активируется внутри. То есть он там разделен сейчас, я так понимаю, несколько частей, он активируется внутри. Давайте еще откроем, посмотрим, как он выглядит. Я даже еще его не открывала. Здесь что-то нужно будет снять и нажать. И когда это косметическое средство активируется, его нужно использовать в течение 7 дней. То есть его нужно использовать ежедневно в течение недели. Но я думаю, что там, не знаю, у меня останется немножко еще на 1-2 дня. Можно его закончить чуть позже. Но он будет активен и полезен именно в течение 7 дней. Такая у него формула. То есть его не нужно применять там раз в неделю и раз в 2 недели. Это такой как бы интенсивный курс. Тут даже есть место на упаковке, где надо вписать, когда им начали пользоваться, использовать его как курс 7-дневный. И я вот должна морально настроиться это сделать, потому что я обычно чередую всякие средства, смотрю по настроению кожи, по ее состоянию. Есть ли высыпание, нет ли высыпаний, сухость, несухость и так далее. Дальше, что шло в подарок. Я вообще почему сейчас купила этот крем, хотя у меня еще, видите, больше чем полбанки есть. Потому что были какие-то очень удачные подарки. И я решила именно поэтому делать сейчас эту упаковку. И значит, что шло в подарок. Шло и для лица, увлажняющий. Я удивила, что шел в подарок крем Moisture Surge 30 мл. Что это, можно сказать, достаточно большая упаковка. Я знаю, что полноценная крема обычно 50 мл. Но 30 мл, скажем прямо, это даже не миниатюра и не пробник, а вполне себе банка крема. Но я буду его использовать ближе к холодам. Также в подарок шел из серии Pep Start. Кстати, мне эта серия нравится. Но кто-то говорит, что какого-то должного эффекта именно эта серия им не дает. Мне она вполне подходит. И здесь, кстати, тоже 7 мл для крема для глаз. Это полбанки. Поэтому это вполне себе косметическое средство. Не пробник. Я бы даже не сказала, что это миниатюра. 7 мл это для крема для глаз. Это очень надолго хватит. И из такого не очень важного, но очень приятного шла декоративная косметика в подарок. Это палетка Limit Edition Eye and Cheek Palette. Я не знаю, еще оставлю ее себе. Наверное, оставлю. Это очень базовая вот такая палетка. У меня как раз базовая палетка заканчивается. Поэтому я думаю, наверное, я эту оставлю. Единственное, что не очень аккуратно у них в этот раз отпечатаны тени. То есть я вижу небольшие погрешности на поверхности, хотя я еще ни тенями, ни бронзером не пользовалась в этой палетке. И шла в подарок помада. Вот помада как раз идеально моего оттенка. Это оттенок 13 Love Pop. И она выглядит вот так. Очень-очень-очень подходящий мне оттенок. Я такие помады люблю. Но тоже я ее пока еще не начинала. Я хочу немножко закончить какие-то декоративные косметические средства, которые у меня есть. Тем более в этом году мы все понимаем, что декоративной косметикой мы пользуемся намного реже, чем обычно. Вот такое у меня сегодня получилось видео. Если вы хотите больше общаться на косметические темы на русском языке, у нас есть группа Sephora на русском для всех любителей косметики. Подписывайтесь на мой канал. Видео я стараюсь выпускать регулярно. Вот, пожалуй, все. Это все, что я хотела сегодня рассказать. До новых встреч. Ну а пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok